Мы продолжим специальный эфир на Радио НВ. Зараз мы хочем поговорить про то, какую роль выиграет Израиль, что происходит в Израиле сам сейчас. Для этого мы попросили доедать до нашего эфира Сергея Ауслендера. Он израильский журналист. Сергей, здравствуйте. Слушаете ли вы нас? Здравствуйте, да, слышу хорошо. Я хочу спросить вас в первую очередь о том, что происходит в Израиле. Если мы правильно получаем информацию, в Израиле уже произошел третий за неделю теракт. Также известно, что в одном из этих терактов погибли два гражданина Украины. Как можно охарактеризовать вот это обострение? На ваш взгляд, с чем оно связано? Да, у нас за месяц сегодня был, по-моему, девятый уже теракт. По-моему, уже 12 погибших. Из них действительно два гражданина Украины погибли в теракте в Бнейбраке, в городе Бнейбрак. Они были убиты террористом, застрелены. Обострение это, в общем, традиционное. Оно всегда происходит в преддверии Рамадана. Но в этот раз оно какое-то такое очень уж беспрецедентное. Там имеет место массовое применение террористами огнестрельного оружия, чего раньше не было. И я не склонен проводить параллель с событиями в Украине, да, или какую-то связь между этим выстраивать. Но не удивлюсь, если она там действительно присутствует, потому что Израиль тут пытается играть роль посредника. Сейчас идет разговор о том, что переговоры между вашим президентом Зеленским и Путиным могут пройти в Иерусалиме. И если сейчас вся вот эта эскалация разовьется во что-то очень серьезное, то Иерусалим как площадка потеряет свою актуальность. Ну вот я тоже видел то, что... Понятно, что мы немножко, конечно, говорим о каких-то теориях заговора, да, но с другой стороны я видел мнение экспертов, которые говорили в том, что в этих терактах можно увидеть российский след, наверное, если очень, конечно, захотеть. В том числе и потому, что на самом деле Россия, ну, десятилетиями, еще когда она была Советским Союзом, да, частью Советского Союза, строила очень доверительные, мягко говоря, отношения непосредственно с мусульманскими странами, да, и со странами, или там с группировками, которые мы можем назвать террористическими. Вот насколько вам кажется, насколько правдоподобным вам кажется вот эта теория того, что там может быть все-таки российский след, как минимум для того, чтобы отвлечь внимание от Украины. Ну, мне она не кажется правдоподобной. Вот как бы сейчас не хотелось бы вам этого от меня услышать, наверное, но мне она не кажется правдоподобной. Там в основном сейчас имеет место связь с исламским государством. ИГИЛ сейчас там активно, значит, ведет свою пропаганду среди в том числе израильских арабов. Это вообще, надо сказать, такой ночной кошмар израильских спецслужб. Если полыхнет среди израильских арабов. Вот это вот самое ужасное, что можно себе представить. Еще и с огнестрельным оружием. Вот оно сейчас, собственно, и происходит. Насчет отвлечь внимание от Украины, я не вижу просто... Я не знаю, что должно произойти, чтобы отвлечь внимание от Украины. Какое бы количество терактов у нас тут не случилось, да, их будет пять в день. Все равно это сейчас не отвлечет внимание от того, что происходит вот в центре Европы и на границах европейских стран. Поэтому я еще раз говорю, я бы такую параллель не выстраивал, но и не исключал бы такой возможности, учитывая вот то, с чего вы начали свой вопрос. А как вы считаете, можем ли мы утверждать то, что мусульманский мир... Ну, понятно, что мусульманский мир он очень большой, но все-таки, наверное, мы можем говорить про страны Ближнего Востока. Во многом это, собственно, соседи Израиля, да, что он все-таки на стороне России. И это тоже может быть... Ну, у этого есть там исторические предпосылки вот этой дихотомии, да, разделения мира на, значит, коварный Запад, НАТО и США. И, собственно, да, на вот то самое бывшее СССР, которое сейчас олицетворяет Россию. Нет, я не думаю. Здесь есть страны, зависящие от России, вот как, например, Сирия, да, которая, собственно, ну, вот Асад сейчас сидит на российских штыках. Это понятное дело, да, совершенно. Или Ливан, вот, который сейчас находится в состоянии такой дичайшей турбулентности, что им там все равно, лишь бы кто-нибудь дал денег, там и продовольствие, потому что там речь идет вот о таких вещах. Вот, в остальном же ближневосточные страны, я бы не сказал, что они сильно тяготеют к России, я бы сказал наоборот. Они тяготеют сейчас к западному миру, вот в странах Персидского залива, да, вот в этой вот бензоколонке планеты. Вообще произошла такая смена, как бы, правящих элит, там пришли к власти прямо или косвенно, пришли к власти люди молодые, люди, прошедшие там обучение в западных университетах, исповедующие вполне западный центр, смотря на вот то, что они там носят все вот эти вот свои национальные одежды и прочее. На самом деле они люди больше западной такой философии. Кроме этого, сейчас арабские страны очень активно выстраивают союз с Израилем, с Израилем я не оговорился, в противовес Иран, потому что Иран сейчас это главная стратегическая угроза не только для Израиля, но уже считаю, что и для всего Ближнего Востока в том числе. И идет сейчас активное такое вот налаживание контактов, и подписаны договоры, вот эти соглашения Авраама так называемые и так далее. И сейчас речь идет в том числе и о военно-политическом союзе, и даже говорили о создании некоего подобия НАТО на Ближнем Востоке в противовес Ирану, как в свое время НАТО было создано в противовес Советскому Союзу, в которое войдет в том числе и Израиль, учитывая его как бы военную и разведывательную мощь на Ближнем Востоке, на конкретном театре. Поэтому я что-то не вижу сильной поддержки со стороны арабских стран тому, что творит сейчас Россия в Украине, ну за исключением он совершенно отмороженных, он вроде Сирии, но как бы их нет смысла принимать во внимание. А вот хорошо, где-то 2 недели назад, да, глава МИДа Израиля Еир Ялопит, он говорил о том, что, ну, все-таки Израиль также наложит санкции на Россию, но эти прононсированные санкции так никогда не материализовались. Он это, собственно, заявил во время визита в Словакию. Как вы считаете, почему вот то обещание, которое давал глава израильского МИДа не выразилось, собственно, в чем-то конкретном? Понятия не имею, почему оно не выразилось, если честно. Вот, потому что фактически Израиль уже приступил к накладыванию санкций, они не носят такой декларативный характер. Здесь все делается как бы тихо и без излишней помпы. Вот, там запрет на вход сюда, там, яхты олигархов, прилет их самолетов, отказы в гражданстве, вот, объяснение о том, что там части олигархов здесь как бы нежелательные и прочее, 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 в том числе и разрыв торговых отношений тоже отчасти. Но это ведется отдельными компаниями, которые вот работают в Израиле, потому что там многие из этих компаний, например, имеют штаб-квартиры в Соединенных Штатах или в Европе и, как бы, естественно, этим всем санкциям, введенным, тоже подчиняются. Израиль пока не может, наверное, впрямую наложить санкции, вот, объявить о том, что он признаняется к европейским или, там, к американским санкциям, пытаясь сохранить себя как посредническую площадку. Ну, будет довольно странно, да, проводить здесь переговоры, если Израиль сейчас наложит, там, санкции на Россию. Наверное, я не знаю, это вот, как бы, мое такое мнение. А вот, как вы считаете, да, вот, есть в том числе мнение о том, какую роль, собственно, играет премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, и есть, ну, очень некомплементарное определение, что он все-таки выполняет роль почтальона, но в том смысле, что он, допустим, там, получает, не знаю, конверт от российской стороны, приносит этот конверт, я сейчас грубо говорю, ну, в смысле, очень в таких общих чертах приносит этот конверт украинской стороне. Как вы, ну, вот, на ваш взгляд, вы находитесь, ну, как это сказать, внутри этого информационного поля. Какую на самом деле роль играет Нафтали Беннет вот в этих переговорах между Украиной и Россией? Ну, отчасти вы правы в том смысле, что да, у него есть такие роли почтальона, он действительно передает послания от России к Украине и в обратную сторону. Помимо этого, он уже предлагал себя несколько раз в качестве посредника. Вот. Я, правда, не очень понимаю, в чем вот роль посредника заключается. Да, мне приходилось в свое время описывать переговоры между Хамасом и Израилем об обмене пленными. Ну, вот, обмене тел погибших солдат, там, на... Когда ввелись переговоры по освобождению, в общем, Гелады Шалиты. Я прошу прощения, вот о чем речь. Так вот, переговоры там происходили следующим образом. Делегация Хамаса сидела там, условно, на пятом этаже отеля, делегация Израиля на третьем этаже отеля, а германский посредник бегал вот между этажами туда-сюда, передавал вот эти послания и все такое прочее. Вот. Поэтому, да, вот такова роль посредника. Но, помимо этого, Беннет предлагает провести переговоры, прямые переговоры между президентами в Иерусалиме, гарантировать их безопасность, и Израиль выступит одним из гарантов безопасности Украины. В чем вот эти гарантии будут заключаться, я имею в виду гарантии безопасности Украины, я не знаю. Вот. Это, видимо, еще предмет отдельных переговоров. Ну, наверное, ну, когда говорят о таком посреднике, да, все-таки предполагается то, что у этого посредника тоже есть какое-то видение решения, да, этого военного конфликта, ну, там, скажем, с Эрдоганом, опять же, это, ну, то, о чем нам сообщают все-таки медиа, это, наверное, можно как-то делить на 5 или на 10, но, тем не менее, ну, вот есть такая информация о том, что, значит, именно Эрдоган в какой-то момент вывел, значит, из клинча вот эти переговоры между Россией и Украиной, лично пообщавшись там с обеими сторонами. Вот, я думаю, что, скорее всего, речь об этом. Мы также, знаете, мы, если я не ошибаюсь, недели две назад с вами разговаривали в предыдущий раз. Видите ли вы изменения, собственно, в риторике, мы в риторике израильского правительства в отношении как раз этой войны, потому что мы видим разное. С одной стороны, в некоторых странах мы видим, ну, как бы, ужесточение того, что, ну, наконец-то там у них глаза открываются, они видят, что то, что происходит в Украине, это трагедия, и с Россией они больше не хотят иметь дело. Есть другие страны, которые, например, как-то пытаются все это замерить и, например, говорить там про хороших русских, плохих русских, да, и там та же Франция, которая вот сейчас объявила о том, что она будет выдавать туристические визы россиянам, даже несмотря там на их какие-то паспорта вакцинации. Какую, видите ли, вот изменения в риторике непосредственно в Израиле, я имею в виду, конечно, официальных, официальных лиц. Алло, слышите? Да, конечно, слышу вас. Прерывается. Я хочу сказать, что я прямо драматических изменений в риторике не вижу. Я вижу, что Израиль по-прежнему осуждает, официальная позиция Израиля, он осуждает российское вторжение в Украину, поддерживает ее территориальную целостность и суверенитет. Израиль призывает немедленно прекратить боевые действия. Вот Израиль вот предлагает себя в качестве посредника, и Израиль фактически уже начинает понемногу разгребать последствия, как бы, всей этой истории, потому что у нас вот сейчас небывалый такой всплеск репатриации начался в Израиль, да, мы в течение года ожидаем 100 тысяч репатриантов, это темпы 90-х годов. Вот, ну, тут тоже надо понимать, что я как бы сейчас не только не сочтите это за то, что тут кто-то жалуется на это, да, но это тоже такая практическая вещь, вот девятимиллионная страна должна принять 100 тысяч человек, из них там, ну, там в неделю уже тысячами измеряется количество прибывающих, вот их тоже нужно с ними что-то делать. Вот, поэтому есть задачи практические, есть официальные заявления, в общем, пока вот так вот это все происходит, пока я еще раз говорю, драматических изменений я не вижу. Еще последнее, наверное, о чем вас спрошу, да, ну, вот мы видим, например, со стороны европейских стран все-таки в большей степени такие движения по поводу того, чтобы, ну, как бы, давайте уже это поскорее прекратим, ну, то есть давайте, не знаю, как угодно остановим эту войну, заморозим этот конфликт, да, это вот то, что мы видим со стороны некоторых наших западных партнеров, а разумеется, что все-таки главная задача Украины здесь это победить, да, в этой войне. Как вам кажется, какую, какой из этих позиций занимает Израиль заморозить или все-таки сделать так, чтобы Украина победила? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, я, честно говоря, сейчас, в данный момент, я пока вижу со стороны израильского правительства, ну, наверное, скорее, скорее заморозить, потому что прекратить боевые действия, да, вот просто вот прекратить, как они сейчас есть, а значит заморозить, вот, поэтому, наверное, так, но я еще раз повторяю, мне трудно, трудно оценивать, потому что в последние, в последние дни, что ли, ни Беннет, ни Лапит ничего такого по этому поводу не говорили. Я знаю, что все очень, как бы, с большим сочувствием относятся к Украине здесь, в том числе и в руководстве в израильском, вот, но официальная позиция пока была сформулирована такая, давайте будем там проводить переговоры, мы готовы там стать посредниками, вот Иерусалим, пожалуйста, мы готовы предоставить его как площадку, вот, насчет заморозить или до победы, я не знаю, честно говоря. Сергей, спасибо вам большое за этот разговор, нагадаю слухачам, что знал бы на звезку был Сергей Услендер, израильский журналист. Подписывайся на канал Радио НВ, ось тут.